Растригин клиника гипотермии часть 2. Часть 1 смотри в предыдущем выпуске. При такого рода реакции организма на охлаждение больные срочно удаляются из ванны и сразу же приводятся мероприятия направленные на снятие этих реакций. Удаление больного из ванны прерывает дальнейшее прогрессирование реакции. Сразу же внутривенно вводится 2% раствор дитилина или диплоцина в количестве 3-5 мл, что снижает мышечный гипертонус. При необходимости больным проводится управляемое или вспомогательное дыхание. Эфирно-кислородный наркоз углубляется. Внутривенно капельно вводится литическая смесь, состоящая из нейролептических и антигистаминных препаратов в количестве половины дозы ее. У всех трех пациентов больных такая реакция была быстро снята. После углубления наркоза больные повторно погружены в ванну для охлаждения. Гипотермия у этих больных протекала гладко. Причина развития таких реакций связана с недостаточной глубиной наркоза и несовершенствованием блокады нейровегетативной системы фармакологическими препаратами. Второй вариант течения охлаждения у больных сопровождается развитием комплекса специфических и неспецифических реакций, но которые не переходят в холодовой шок, а быстро устраняются применением фармакологических средств и углублением наркоза. Специфические реакции при действии холодового раздражения проявляются в виде развития фибриллярных подергиваний отдельных групп мышц, гусиной кожи, гипертонуса мышц, дрожжи, озноба. Неспецифические реакции проявляются в виде нарушения гемодинамики, дыхания, то есть это такие реакции, которые развиваются при действии любого раздражителя, травма, холод, ожог и т.д. При данном варианте течения гипотермии специфические реакции проявляются или комплексно, или порознь. Развитие этих реакций связано с недостаточной глубиной наркоза и недостаточной блокадой нейровегетативной системы нейроплегическими и антигистаминными препаратами. Охлаждение больных не прекращается, больные из ванны не удаляются, а эти реакции снимаются быстро углублением наркоза, введением диплоцина или дитилицина, дополненным введением литической смеси в половинной дозе. Кошмар. Короче, людей охлаждают в ледяной воде, потом у них проявляются реакции, им вводят лекарства и продолжают охлаждать в холодной воде. Это такие опыты, вот это опыты над людьми. Фибриллярные подергивания отдельных групп мышц являются первыми предвестниками начала развития рефлекторных реакций. На 202 гипотермии они отмечены у 20-ти бальных, а на 202 гипотермии они отмечены у 20-ти бальных 9%. При углублении наркоза или введении диплоцина они проходят гипертонус мышц различной интенсивности, включая незначительное повышение тонуса мышц, отмечен нами у 96-ти бальных 47%. Гусиная кожа отмечена у 5-ти бальных 2,4%. Гусиная кожа появляется у больных при охлаждении или в изолированном виде, или же при развившемся гипертонусе мышц, поэтому она не является ранним признаком, указывающим на недостаточную глубину наркоза. Дрожь и озноб отмечены у 17-ти бальных 8%. Развиваются они чаще всего не изолированно, а в комбинации с гипертонусом мышц. Появление дрожжи и озноба указывает на резкое ослабление глубины наркоза и явно недостаточную блокаду нейровегетативной системы. Клонус стоп. Есть выражение повышенных сухожильных рефлексов. Отмечен нами у 9-ти бальных 4%. Наличие повышенных сухожильных рефлексов в клонусе стоп служит ранним признаком, который указывает на недостаточную глубину наркоза. Еще раз считаем необходимым подчеркнуть, что при развитии вышеуказанных реакций больные из ванны не удаляются. Все реакции снимаются углублением наркоза, введением курароподобных нейроплегических препаратов. Во время охлаждения в ванне температура тела у больных снижается до 34-30 градусов. При этой температуре больные удаляются из ванны. По степени снижения температуры тела в прямой кишке при охлаждении в ванне больные распределяются. 34 градуса – 110 больных, до 32 – 68 больных, до 30 градусов – 15 больных. Для снижения температуры тела требуются различные количества времени – от 15 до 40 минут – 150 больных, от 40 до 60 минут – 40 больных, от 60 до 80 минут – 12 больных. После прекращения охлаждения температура тела у больных продолжает снижаться еще на 4-6 градусов. Интенсивное изменение гиподинамических показателей во время охлаждения больных в холодной воде со льдом сводится к закономерному снижению артериального давления и урежению частоты сердечных сокращений. Прослушиваемые сосудистые тоны при определении артериального давления становятся глухими, напряжение пульса уменьшается. Как исключение, у отдельных больных артериальное давление повышалось, но это объясняется недостаточной глубиной наркоза. При определении венозного давления также выявлена определенная закономерность. При наличии во время охлаждения рефлекторных реакций венозное давление повышается до 200-400 мм водяного столба. При отсутствии последних венозное давление остается нормальным или повышается до 160-200 мм водяного столба. Дыхание у больных при охлаждении ровное, с нормальным ритмом и частотой. При применении же курароподобных средств оно изменяется. При недостаточной глубине дыхания проводится вспомогательное или управляемое дыхание. Третий вариант течения охлаждения у больных в холодной воде со льдом протекает при отсутствии каких-либо рефлекторных реакций. Такое течение гипотермии обусловлено достаточной глубиной наркоза и достижением необходимой блокады, стабилизации нейровегетативной системы. При данном варианте течения гипотермии не возникает никаких внешних рефлекторных реакций. Это гладкий вариант охлаждения, к чему должны стремиться анестезиологи, осуществляющие гипотермию. Обращает на себя внимание более закономерное снижение артериального давления, урежение пульса, спокойное дыхание и закономерное снижение температуры тела. Гладкое течение гипотермии отмечено у 64 больных. После прекращения охлаждения больные подаются в операционную и укладываются на операционный стол. На это уходит примерно 10-15 минут. Необходимо по возможности постоянно поддерживать наркоз и не отключать наркозного аппарата на срок больше 3-5 минут. При отключении наркозного аппарата на более длительный срок ослабевает глубина наркоза и начинается развиваться гипертонус и фибриллярные подергивания мышц. Клиника гипотермии во время операции характеризуется следующими основными показателями. Продолжительность дальнейшего снижения температуры тела на протяжении 1-1,5 часов. За это время температура тела у больных снизилась на 4 градуса у 148 больных, на 5 градусов у 40 больных, на 6 градусов у 12 больных, на 7 градусов у 2 больных. Через 1,5 часа температура тела в прямой кишке стабилизируется на конечных цифрах для данной гипотермии практически до конца операции 24 часа. По глубине гипотермии на операционном столе больные распределяются до 32 градусов 25, до 30 градусов 90, до 28 градусов 70, до 26 градусов 15, до 24-2. При недостаточной глубине гипотермии можно снизить температуру тела подкладыванием 3-4 пузырей со льдом на свободные от операционного поля места. При необходимости можно задержать снижение температуры тела подкладыванием грелок. При гипотермии введение наркоза приобретает свои особенности, которые сводятся к тому, что при недостаточной глубине наркоза у больных в первую очередь развивается повышенный тонус и фибриллярные подергивания мышц. Наркоз углубляется в течение гипотермии, становится гладким, практически приходится следить за состоянием мышечного тонуса. При гипотермии малейшая передозировка эфиром ведет к резкому расширению зрачка, который не всегда удается свести к нормальной величине. Гемодинамические изменения во время операции претерпевают определенную закономерность, стоящую в определенной зависимости от глубины гипотермии, возраста больных, характера операционного вмешательства и переливания крови. Эта закономерность выражается в развитии гипотонии. У 75 больных максимальное артериальное давление на протяжении всей операции и гипотермия увеличилось на цифрах 170 мм в ртутного столба. При таком артериальном давлении отчетливо пальпируется пульс правильным ритмом. У 64 больных наступила более глубокая гипотомия. Максимальное артериальное давление у этой группы больных стабильно удерживалось на протяжении всей операции на цифрах 70-40 мм в ртутного столба. Пульс пальпируется отчетливо, но напряжение его уменьшается. Частота различна от 60 до 120 в минуту. У 63 больных во время операции под гипотермией артериальное давление совсем не определялось на слух, несмотря на повторные и пристальные попытки его измерить. Несомненно, что артериальное давление не падает до нуля, но определить его на слух не удается. Особо подчеркиваем, что у 18 больных из этой группы, несмотря на отсутствие артериального давления, пальпировался пульс в пределах 60-80 ударов в 1 минуту. Он малого наполнения мягкий. У остальных 45 больных во время операции не определялось ни артериального давления, ни пульса. Подобное состояние при гипотермии ни в коем случае не свидетельствует о развитии операционного шока и не является показанием к прекращению операции. Такое состояние следует рассматривать как течение гипотермии у ослабленных пожилых больных при снижении температуры тела ниже 30 градусов. При низком артериальном давлении или его отсутствии больным переливается кровь в количестве 300-500 мл. Переливание крови в больших дозах мы считаем нецелесообразным, так как вполне возможна перегрузка кровяного русла при таком низком артериальном давлении. На 202 произведенных операций под гипотермию у 24 больных отмечена экстрасисталия и легкая аритмия пульса. При подобном нарушении ритма сердечной деятельности мы успешно применяем внутривенное введение 5% раствора хлористого калия 2-3 мл. Внутривенное введение 10% раствора хлористого кальция 5-10 мл. Переливание крови в внутривенное введение 10% раствора навокаинамида 3-4 мл. Одновременно проводится максимальное насыщение крови кислородом применением вспомогательного или управляемого дыхания. Во время операции под гипотермией отмечается необычная доступность всех органов, хорошая релаксация мышц, что создает неподвижность операционного поля и максимум удобства для работы хирурга. Для выведения из состояния гипотермии после окончания операции в клинике применяются два метода. Быстрое согревание больных в ванне плюс 38-40 градусов и медленное согревание в палате грелками или без них. Быстрое согревание применено у 148 больных. Согревание больных в теплой ванне прекращается при достижении температуры 34 градуса в прямой кишке, после чего больные переводятся в палату. В дальнейшем температура тела повышается самостоятельно. Для согревания больных до 34 градусов потребовалось различное количество времени. 40 минут у 30 бальных, 60 минут у 96 бальных, 80 минут у 60 бальных, до 120 минут у 16 бальных. Длительность согревания зависит от глубины гипотермии. Характерным и закономерным признаком периода быстрого согревания больных в ванне является повышение артериального давления, а там, где оно не определялось вообще, последнее начинает отчетливо определяться и постепенно повышаться. По мере повышения температуры тела у больных учащается пульс, что является одним из характерных моментов этого периода гипотермии. Медленное и самостоятельное согревание примерно у 53 больных. Медленным оно называется потому, что температура тела у больных медленно повышается и достигает 36 градусов через 6-12 часов после операции. При этом методы согревания больные после операции сразу же переводятся в палату, где укрываются одеялом или дополнительно обкладываются грелками температурой 36-37 числом 8-10. Наркоз прекращается. Сонное состояние больных поддерживается с применением пантопона или промедола. Необходимо, чтобы больной вначале согрелся до 36 градусов, а потом проснулся. Отрицательным фактором этого метода выведения из гипотермии является частое развитие рефлекторных реакций на низкую температуру тела, гипертонус и фибриллярные подергивания мышц, азноб. Применение наркотиков и нейроплегических смесей устраняет эти реакции. По мере повышения температуры тела повышается артериальное давление, учащается пульс. Противопоказанием для быстрого согревания больных в ванне с теплой водой могут служить большие раны с тампонами и дренажами. При температуре тела у больных ниже 30 градусов, а тем более при отсутствии больного артериального давления, медленное согревание больных нецелесообразно. Оно задерживает восстановление сосудистого тонуса, требует больших энергетических затрат, более кропотливого наблюдения анестезиолога. Гипертермическая реакция при гипотермии Как при быстром, так и при медленном выведении больных из состояния гипотермии, температура тела, достигнув 38 градусов, у некоторых больных неуклонно повышается, достигая 40-41 градуса. Повышение температуры тела в первые сутки после операции выше 38 градусов следует рассматривать как начало гипертермической реакции. На 202 операциях, произведенных под гипотермией, гипотермическая реакция отмечена у 38 больных. Мы придерживаемся следующих градаций гипотермической реакции. От 38 до 40 градусов умеренная гипотермия, гипертермия, гипертермия. От 40 до 42 истинная, свыше 42 критическая. Умеренная гипотермия отмечена у 33 больных, истинная у 5. Критической гипертермии мы не наблюдали. Развитие гипотермической реакции отягощает состояние больных. Для снятия гипертермической реакции с успехом применяется комплекс мероприятий. Внутривенная глюкоза 40% от 40 до 100 мл одномоментно. Инсулин подкожный и расчета 5 единиц на каждые 40 мл глюкозы. Внутривенная 1% растворного каина 10-20 мл. Внутримышечно пирамидон 5% 5 мл. При недостаточной эффективности этого комплекса следует применить 2-3 пузыря со льдом, которые кладутся один в голове, а два на паховые области. Добавление пузырей со льдом всегда снижает температуру тела. Кошмар! Я бы не хотела попасть в Институт экспериментальной хирургии в 1959 году. Заключение. Применяя гипотермию при больших операциях на органах грудной клетки, в частности при операции на пищеводе, средостении, легком сердце, а также при больших операциях на органах брюшной полости, мы считаем, что гипотермия позволила нам оперировать тяжелых, ослабленных больных с меньшими операционными рисками. У ряда больных, благодаря применению гипотермии, удалось произвести травматичные операции в сложной обстановке, выполнение которых при других видах обезболивания представляется более затруднительным. Гипотермия, снижая обмен веществ, снижая тем самым потребность в кислороде, делает больного более устойчивым к кислородному голоданию. В данной работе сделана попытка по возможности обобщить и описать клиническое течение гипотермии по всем ее этапам. Для объективной оценки состояния больных применялись все доступные и распространенные тесты. Мы не считаем вопросы методики и клиники гипотермии решенными окончательно. Ряд моментов, в частности вопрос о допустимой глубине гипотермии, требует дальнейшей разработки. Требуется много упорной работы в этом направлении, и несомненно будут открыты другие полезные качества этого вида обезболивания. Выводы. 1. Опыт клиники, охватывающей 202 операции, проведенных с применением охлаждения, условно позволяет выделить 3 клинические варианта течения гипотермии. А. Развитие реакций, могущих закончиться холодовыми шоковыми реакциями. Б. Развитие комплекса специфических и неспецифических реакций, фибриллярные подергивания и гипертонус мышц, гусиная кожа, озноб, дрожь, нарушение гемодинамики и дыхания. В. Третий вариант течения гипотермии протекает без проявления каких-либо видимых рефлекторных реакций. 2. При гипотермии отмечена следующая динамика температурной реакции. А. До начала охлаждения температура тела у больных снижается на 0,3-0,5 градуса. Через 5-10 минут после начала охлаждения температура тела у больных снижается со скоростью 1-1,5 каждые 10 минут. В. На операционном столе температура тела больных продолжает снижаться еще на 3-5 градусов в течение 30-40 минут. Г. Во время операции установившаяся температура тела удерживается на одном уровне от 1 до 3 часов. Д. При согревании больных в ванне 38-40 градусов температура тела повышается до 34, то есть на 4-5 градусов. 3. После прекращения согревания больных в ванне температура тела повышается самостоятельно до нормальных цифр. У некоторых больных она переходит в стадию гипертермии. 3. Во время охлаждения больных в холодной воде со льдом по мере снижения температуры тела отмечается закономерное снижение артериального давления и относительное урежение числа сердечных сокращений. 4. В клиническом течении гипотермии во время операции отмечается закономерная гипотония различной степени, протекающая параллельно степени снижения температуры тела. Невозможность определить артериальное давление и пульс не следует расценивать как проявление операционного шока. Такое состояние следует рассматривать как течение гипотермии при снижении температуры тела ниже 30-29 градусов у пожилых субъектов при длительных операциях. 5. Переливание крови в количестве 300-500 мл мы считаем целесообразным, особенно тем больных, у которых гипотермия протекает с резкой гипотонией. При быстрых больших кровопотерях показано внутриартериальное переливание крови в количестве 200-300 мл. 6. При снижении температуры тела у больных ниже 30 градусов может наступить расстройство ритма сердца в виде экстрасистолии и легкой аритмии. 7. При снижении температуры тела у больных к концу операции до 30 градусов и ниже и при низком артериальном давлении, а тем более при его отсутствии, показано быстрое выведение из гипотермии, согревание в теплой воде 38-40 градусов. 8. Медленное согревание без погружения в ванну с теплой водой может быть примерно применено у тех больных, у которых температура тела к концу операции выше 30 градусов и у которых отчетливо определяется артериальное давление. 9. Гипотермия по опыту клиники позволила расширить объем хирургических вмешательств с меньшим операционным риском. 10. Наша клиника намерена продолжать изучение и совершенствование этого вида обезболивания. Опубликованные работы по диссертации. 10. Растригин. Методика и клиника гипотермия. 11. Казанский Растригин. Осложнения при гипотермии и борьба с ними. 12. Казанский Растригин. Опыт применения новых отечественных препаратов в хирургической клинике для потенцирования. 12. Казанский Растригин. Применение дитилина в хирургической практике. 13. Казанский Растригин. Вот такие. Вы можете увеличить и посмотреть. 14. Знаете что? Я хочу вам сказать, что не хотела бы я быть пациенткой вот этой клиники. 15. Ну ладно. Вот что меня еще поразило. 15. Настолько автореферат не такой, как сейчас, ни цели и задачи исследования, никаких математических методов обработки информации. 16. Почему они не использовали дисперсионный анализ для оценки всяких оптимальных параметров? 16. Где дисперсионный анализ? 16. Дисперсионный анализ к тому моменту уже 80 лет как променяли. 16. Ну в общем, настолько чисто наблюдательная медицина, что я даже не знаю. И это было всего лишь 60, даже 70 лет назад. 59 год, 40. Это 60 лет назад всего лишь такая медицина была допотопная. Ну ладно, не мне судить. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите первую часть, если вы не смотрели первую часть. Ставьте лайки.